Очень сложно вы вообще не представляете. Это настолько человек, дорог был особенно мне. И такое получилось просто вообще не верится. Я не буду верить просто до последнего. Он для меня останется в сердце и на себя останется жив. Сейчас у студии Каприз летние каникулы и нет занятий, но последние несколько дней сюда все равно приходят люди. Педагогов, обучаемых, да и простых волокжан объединило общее горе. Умер талантливый танцор и преподаватель Артем Данилейко. Молодого человека призвали вооруженные силы осенью прошлого года и до окончания срока ему оставалось служить около четырех месяцев. Это было 11 число и мне педагог в социальной сети написал, что зайди в группу, у нас беда. Я захожу в группу и там написано, что Артем в реанимации, что давайте все за него молиться, ему очень нужна наша помощь. По неофициальной версии воинской части в Чопсоре, Артем упал во время физподготовки. После этого его доставили на вертолете в одну из столичных клиник. Как рассказали друзья молодого человека, ему был поставлен диагноз разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Сложнейшая операция, реанимация и пять дней борьбы врачей самого Артема за жизнь. Печальное известие капризовцы получили накануне в четверг. Артем умер. Сразу же студийцы начали собирать средства на похороны. Рассчитываем, я даже не знаю сумму, просто как люди помогут отзываться. Близкие есть, есть, которые учились люди с ним, также коллеги. К нам должны приехать друзья из Казани. Надеемся, что из других городов очень все поддерживают, пишут, звонят. Вообще очень тяжело. По словам специалистов, аневризма сосудов головного мозга может возникнуть у каждого человека в любой момент его жизни. Новообразование само по себе почти безвредно, но в случае ее разрыва происходит кровоизлияние в мозг и человек может умереть. Обнаружить ее заранее удается очень редко. Он, конечно, говорил, что да, там устает. Но вот это вот такие вот, как человек приходит в армию, все равно встречается с трудностями. Но вот каких-то конфликтов, не знаю, проблем, каких-то сильных жалоб на здоровье ядок от Артема не слышала. Наоборот, всегда с улыбкой такой, что типа вот, все в порядке, там друзья все равно новые. Уже сегодня мать и лучший друг забрали тело Артема из Москвы. Молодого человека похоронят в Вологде завтра. Погребение состоится на кладбище Казицына 2 в 11.30. Продолжение следует...